ну что всем привет меня зовут кирилл меня зовут стас всем привет вы на канале бирс дэйс сегодня у нас тематический выпуск скажем так по псковской пивоварни 903 не просто съездил псков отдохнул а мы работали удовлетворительно удовлетворительно вот скажем так поездка вообще не предразумевалось как-то чтобы было связано с пивом но зашли рассказывай как-то случайно знаете вот в одной кафешке прям продавался пиво да то есть от местной пивоварни уже интересно уже интересно ну вот и когда заказали буквально по 05 нам принесли сразу в баночке сразу баночки типа хочешь бери хочешь сразу наливаться прям этом я прям порадовала я сразу решил что надо взять свои руки скажем так все это дело и привести на нашу родину а пивоварня что-нибудь узнал ничего не узнал узнал о пскове немножечко расскажи пока про псков а я чего-нибудь поищу про пивоварня да нечего здесь особо рассказывать 650 километров проехали до печор сначала может сначала по первому нальем да я тоже думаю чё демагоги давать что мы тут собрались исторические справки стоп подожди у нас пару тем есть пару тем есть интересных но давай так стас мы начнем сейчас немножко с обратного порядка нет ладно что же потом расскажу и добавим на монтаж я не все ладно ладно давай слушай давай с кукурузой да это у нас кукурузный лагер ку-ку прикольно прикольно 4 5 алкоголя 12 плотность айбю 23 американ пэл лагер у меня лагер с добавлением кукурузы в составе состав я вижу солод на первом кукуруза на втором мель дрожжи и наверное у нас такого свежего пива еще не было на апрель конец апреля полтора месяца уже прошло ну а слушай мы тут вообще не стоп мы тогда какое-то пиво пиво еще месяц ему было ну разок может быть из 30 выпусков разок что я разогнался нет просто выпуске скажем так на канале нас научили проверять сроки годности оказалось это немаловажно можете посмотреть салденс пивоварня состояла ладно выпуск из просрочки нет он с нарушением технологий хранения там и одна просрочка можете посмотреть вообще подписывайтесь на канал на канал лайки комментарии да и у нас будет один интересный к вам вопрос псковчане у тебя что-то еще новое ну будет будет ладно ну давай начнем за куку за подписчиков чтобы мы не куку суши ну сладенько кукурузка такая вдалеке что у нас по цвету ну такой мультика пшеничка упоминает по цвету слушай а если принюхать скажите что банан начинаешь славлю какой-то ну ну такая не это уже у тебя глюка согласен а может кто-то здесь пшеничку пил из бокала опять и мы нет нет он точно не пил он другого пьет из дырявого бокала нефильтрованное осветленно осветленное слушай ты что-то устал сегодня я сегодня не сильно устал нас еще плюс погода такая что вообще умереть давай пробуй я уже попробовал я не могу понять знаешь такой маленький привкус жижки от кукурузы но не но без сладости вначале не подсасывал жижку от кукурузы обычно ты что не любишь жижку от кукурузы блин а ты из банки да 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 не то чтобы я не люблю да нет у меня как-то обычно кукурузу ем а вот ну слушай даже что только горчинка есть мне ахмелятор чувствуется небольшой на самом финише ну я бы сказал так не надо еще разочек раз пробовать я так не пойму ну и сладости нет сладко ну нет там такой даже как явные сладости как бывает есть петерхов помнишь пиво ну да прям сладость было как будто сахар такой неприятный вот сюда поперся да просто я садись садись он встал он стал все жопу пыть ну блин оно нормально да но может быть есть прикус кукурузки наверное мне кукуруза не очень в пиве наверное я паут но она сластит все равно в конце и я бы так много не выпишут для прикола у так как съезжего прикола очень на кукурузе да она тоже меню не сильно зашло но она прикольно интересно но не для повторения наверное бы я нельзя но знаешь он все равно так сбалансировано в случае по вкусу есть горечь есть небольшая сладость которая не приторная опять же он освежающий как это питки и питки даритки но для 12 нормально не прям не прям вода неплохо да и на полный вкус от начала до финиша и почти все есть все хорошо все есть да ну прикольно так давай 3 что там хотел рассказать пока мы пока стас открывает следующую бутылку немножко что про псков да то есть приехали мы на обратном пути из печор да и по лавру ездили вот в изборскую крепость ну вот и конечный наш пункт был это был заехать псков нас получился классный вот скажем так отель заехать но правда без кондиционера с я не знаю пять квадратных метров ну вот блин вообще вот и здание просто перегретое перегретое блин вот там ним находиться было просто физически тяжело и номер за четверик но напротив была река великая и огромная вывеска на другом берегу прям здесь начинается россия блин смотрится просто сногсшибательно с другой набережной сделать ну здоровьем страны набережной на все это смотреть может быть ставим фотки да там у нас есть вот что еще рассказать сходил в крепость господи в этот как вам в кремль в кремль в кремль да вдруг не составил мне компанию был очень занят за удочкой ездил но самое ладно там про крепость рассказывать мало чего мне это я так пробежался мы порыбачили прям тот же вечер приехали съездили за удочкой ваня съездил за удочкой три раза закинули один раз даже поклевка была но мы не заметили а чего три раза все закинули ну потому что первый раз надо было два раза по нужно было честно звучит как будто вы не на рыбалку ездили а это так типа на рыбалку это было три раза это было спонтанное решение но это знаешь было аутентично вот прям видишь реку надо закидывать надо закидывать удочку здесь находятся все снасти необходимые профессиональному рыбаку примеру это специальный рыбацкий расслабляющий пакет а это еще один специальный рыбацкий расслабляющий пакет про пивоварню нашел нашел их вконтакте история нашей пивоварни начинается с 2011 года пивоварня 903 903 это год когда первый раз упомянулся псков в летописи за них к этому не скорее всего я так об этом и думал что мне действительно заинтересовало что у них только натуральный продукт что для них это очень важно не используют только натуральное без всяких ешек посластителей красителей так далее но вот я тут даже не фильтруем но осветляем все их пиво осветленное но не фильтрованное даже вон лагер хотя это american пил лагер тот же самый здесь и здесь он тоже обычное пиво она не осветленно по идее на это не заинтересовало ну а так у них настоящее время 12 сортов пива имеется 5 но у нас 5 у нас и еще скажем так два устаса ладно давайте я просто покажу на камеру что у нас еще у них вот такое пиво есть но это чисто но это совсем другая история другая история стаса и как конец выпуска будет и конец или как вот так кстати пиво хранилось с учетом пожеланий скажем так производителя ну пожелания требований ну требуя оно прям потеет аж ну да ну прям сразу с холодильничка 8 градусов вот она что-то пшикнула на меня это но и пена смотри какая давние классно классно почему у меня пошел я все я твой бокал он налил на так слышно ты же с пеной любишь это ты любишь с пенкой с первого выпуска помнишь вот так надо наливать на обзор что ты доставал из после обзора врагам ну ладно давай лагер а я ж не стал характеристикой лагер так вот american пил лагер без кукурузы 4 9 алкоголя 13 плотности 27 бейбе ну да и бьют а прям будет так приятно мне из-за пены ничего джона нюхни опять у тебя них а она сладковато ну приятно травяниста немножечко ну прям не но вкусно вот вкусный аромат все точно ой не картон очка подъехал да да соло пиво лечменный светлый крупа рисовая они крупу рисовую добавили для увеличения объема но она ничего не дает только в водянисте делать и она в водянисте вот этого хотя должно быть по начальному кстати не знаю мне наоборот кажется плотнее немножко но это уже опять же личное ощущение но прям вот вот значит промежуточный вкус в серединке блин как-то вообще я думаю даже знаешь я бы оценил если просто пустой был такой вкусный но пустой но как-то вот но вот это вот что-то в середине не знаю я пока в раздумьях так что лагер пока честно вот это было вообще замечательно ладно перейдем к интерес это это фишечка стаса да 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 блэк лагер темный 4 1 алкоголя 12 экстративного сусла и эйбю 20 по составу у нас сол пиваренный ячменный светлый карамельный хмель дрожжи все срок годности почти а декабрьская как тышь декабрьская а срок годности 180 суток это больше а не 180 суток это 6 месяцев до 20 сестер 25 декабря 12 21 или 23 23 23 12 декабря 6 месяцев здрасте просрочка конец мая а ну все декабрь декабря понимали по февраль по март апрель май июнь да все ребята 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 знаменитая рубрика пивная математика еще месяц знаю еще а мы уже она подходит она уже вот-вот готова ему еще грубо говоря месяц остался так 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 ну стас ну блин ну что ты человека ёпта слушай ну наливают они прям наливают они по самое горлышко потому что ну мы уже это обсуждали да меньше там этого воздуха кислорода больше сохранность пива но сегодня хренеть я такой первый раз вижу чем у нас даже как будто его спрессовать и блин даже никак налить ну чтобы не загадить футболку но я уже захотелся что можно так давай вспомним из последнего темный это был от арсианы блин это с темный темный повышенный лагерь блин ну вот может внедривать это давай с последнего вспомним темно что было хороший обычный лагерочек ну прям лагерь темный лагерь к нет ну крушовица я пнуть а это темный лагерь а не жонка жонка это темный ладно за вас друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии просмотров много подписок мало почему 87 просмотров процентов просмотров у нас от людей без подписки подписывайтесь мы ждем мы продолжаем мы не сдаемся врагу так ладно ну желткой желткой чего у меня сегодня сносу да кстати хмель дрожжи очень слабо карамельный ну да странно ну желночка отдает ну странно вот и карамель когда водянист водянист на начале но желтка в конце есть до хуже крушовицы но неплохо да неплохо но у нас но это крафтовые пивоварни а не масс-маркет скажем да блин ну не замечаю крафтовая она в данном момент мне кажется она крафтовая чисто из того что у них есть свой стиль что не фильтруют пиво только осветляют и плюс она маленькая так ладно ну водяниста в целом слушай под итог просто водяниста да есть есть основные элементы ну окей как бы но это пьется но это пьется это можно это кстати вот да если так с них вместе сравнить это как-то еще и опять же втыкаемся в крафтовая пивоварня интерес какая цена это в конце да маленький красивый портер сейчас а ты что-то еще хотел рассказать я вопрос это в конце это все в кроме в конце я все расскажу все не переживай мне есть сценарий балтийский портер и бью 30 17 начального сусла и 7 алкоголь очень хреновая этикетка так невозможно прочитать состав что вы просто вот так сделать нет здесь надо жестко прям увеличить телефоне и на белом белый шрифт на белых полосках слушай это прям капец ну и я не знаю вот так вот будет увеличить увеличить пожалуйста вот 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 прям ребятки не знаю белыми титрами на белом фоне видимо на тени надо еще миллиард выделить солод карамельный солод жженый хмель дрожжи а тоже вода питьевая солод пивальный все там непонятно наверное смены до года и дай ты самое-то главное что ты не замечаешь сегодня где находится честный знак а блин слушай он мне не мешает я не вспоминаю да вот молодцы сбоку вообще никому не мешает это я даже я не замечаю а ты хотел кстати помнишь про видеоролик поговорить а извини это мы на стриме поднимем кстати заходите нет понедельник подпишись а ты уже подписан поставь колокольчик в третий режим и в понедельник ты увидишься да ну короче скатер постираешь я уже стирал когда последний раз еще раз и предпоследний раз тебе ближе блин слушай подожди 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 я же не сжимаю ее чтобы знать не запаковали вот как так она же вы видели фото да и она прям вот она ну тут не 0.33 тут 0.34 ну и кстати везде честный 0.5 ну кстати банки сейчас начинают плыть ну мы помним что ждать от балтийского мягкость легкая сластинка ну и само собой жженка в запахе приятная жженка щепа там не помню но не половая тряпка конечно ну так вот первая прям на аромат чувство воды херни ну первая первая важная верни не вот прям слушай ну даже на второй раз вот держится этот аромат уника тут как будто в плохой воды да честно когда у тебя там в кастрюле или когда моешь какую-то посуду да вот будет просто из-под крана у нас вода не очень и от запах ниже может железо кстати да ну короче мы определились аромат не будем не будем говорить там что но что-то не так да чё тут плотность то стас заговорил что что это стас я первый раз такое вижу что он делает что за херня да ужас да какой ужас просто ни о чем что это блять ой похер ну ужас я это плохо очень плохо что это за вкус половой тряпки жижи который мой мыли пол блин по цвету примерно так же на черный прям жижа ближе вообще ужасно и спасибо кирилл игоревич да 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 спейте сами вы а это что подожди а этот на мартовский я посмотрю этот мартовский не пишет как у мартовский марта 3 0 5 3 вообще майская ребят это пятый это прям еще свежее ребят фу и этому уже почти полгода уже почти просрочен стас ну подожди подарки не отдать и не надо эти в машину кинул лобовое это кинул ой я тебе говорю я тебя вкуснятина плюешь ладно ладно погнали дальше ой подождите это ужасно почему это так пробовал ты это ну или я что-то не понимаю во вкусе просто пиво не ну настолько эмоции я конечно не испытываю по поводу его вкусу но это ни о чем это просто ни о чем то есть ортер ортер блин афанасий который убивает за 150 заходить за 120 рублей тебе афанасий нет афанасий сейчас дорогой 150 сейчас кажется перекрестке появился где за районе 146 рублей пускай 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 ну ты мне ну там вообще там 0,5 и пока ну и вы видите на фотографии что получилось просто вырвано вот верх просто вот сломлен он фигачит и я сейчас понял почему потому что наливают под самый не балуй потрясти он еще хранился несколько некорректно я не помню свою годность я уже понял что не проверял я надеялся на лучшее ну во-первых здесь не налито тут прям вот здесь не налито и ты прав это что они наливают сам по самые гланды вода не ну воздух может сжиматься вода не сжимается ну чисто по физике и при разности температур просто некуда деться при нагреве она может просто выбить ну видишь и вот наши хранилось ну владельники а то было где-то плюс 15 недели две лежала ну плюс 15 это не страшно не страшно согласен ну как выбило вы сами видите это как это ну вообще я такой первый раз я первый раз в свой небольшой опыт пила на питье вообще буквально вот недавно что так дно выбило точнее верхушку нет когда дно пробило я знаю это идешь разливухи берешь и там или снимаешь в жару выпуск волковской горьковской я тебе потом видюху покажу поржешь короче черри л черри л вишневый эль с алкоголем 5 суслом 12 горючью 20 вообще это ну типа фруктовое пиво тесто что не добавили вода сол пиваренный шменный светлый сол пиваренный пшеничный светлый о пшеничка сол пиваренный шменный карамельный сок вишневый концентрированный хмель дрожжи ну ладно сок добавили ну кстати небольшой аромат такой вот прям тут я почувствовал кстати вишневый ну да да ну чуть чуть я бы сказал бы даже такой косточка вишня прям такой ну да да слабый но прям косточка есть ой за вас разбавленная разбавленный сок дико разбавленный сок вишни с пивом не ну и водой то есть прямо от насыщенного вкуса нет есть же этот ладно вайсбир есть малина вишня вишневый он прям там вишневый ну там химозная вишня не совсем ну там он приятный крик ну разный есть крик это вообще ну да я просто потому что ну да 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 чуть другое да согласен ну прям но есть химозная вишня есть вишня насыщенная а есть никакая есть никакая да то есть нет ну слушай в аромате косточка есть она держится поначалу чуть чуть косточки а потом как в яму да если выпить быстренько ну опять же мы же не девочки чтобы оценивать вишневый пиво правильно ну в общем давайте подводить итоги нет подводить итоги здесь из того что можно пить в принципе это можно пить это можно ну так ладно можно это ну окей не знаю давай ты блин это возможно я даже делить ну делить сильно не буду это совсем начинает гну скатываться это проломало дно где-то в морянской впадине плавает ну а это я не понимаю ну это да это вообще как-то вот ну вообще это плохо то есть ты ищешь вишню да это черри бир что ты ищешь вишню ты такой типа о вишня где бля ну есть 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 ну залпосом блин такое пить ну мне кажется блин слушай давай так дороже 150 рублей давай узнаем давай узнаем так и что мы имеем кого вишневый эль 140 рублей ну почти ну лагер 120 лагер какой кукурузка или обычный лагер просто лагер просто лагер просто лагер 120 рублей 200 рублей а вот мой вопрос блэк лагера здесь нет ребят вот кто из пскова напишите сколько он у вас стоит потому что мы продолбались немножко я не знаю ну мы нашли типа 140 рублей ну слушай наверно как этот 124 наверное 124 ну вот ну наверно как так же как этот лагер стоит так что ну слушай за 120 ну так давайте вот это да все остальное нет а это сжёг бы нахрен ну вот это точно нет за 120 это это я даже бесплатно за 120 нет я даже бесплатно не буду это пить будешь не буду будешь не будешь я тебе привез пип блин не буду я ладно мы с ним поговорим потом ну сложные выводы на самом деле вот единство куку вот ну наверно наверно да нет вот его да он самый дешевый его обосрал в начале 200 ну извини ну пить можно вот это ещё за свой ну я из этой подборки не знаю у меня что-то другое вот это я хрен это возьму ну да ну грубо говоря из масс-маркета можно пиво нахрен подобрать слушай давайте ну странно то есть в логике перекрёстке и так далее ты его не найдёшь я не знаю потому что я честно подустал вот обычно пятёрочек дикси я готов что-то заплатить больше но мне нечего взять ну здесь вот в данный момент я из этого ничего бы не хотел ну да я бы тебе не захотел я бы пошёл бы и спокойно с тяжёлым сердцем бы заплатил 62 рубля за жигули экспорт мне было бы так плохо когда я его пил но блин оно бы будет приятно ладно ребята мой вопрос пожалуйста напишите цену в комментариях пожалуйста мы чуть-чуть понудили а кто-нибудь знает эту пивоварню я не слышал никогда я не слышал но мне интересно мне понравился этот опыт ну вообще они интересные имеет смысл я бы проверил все 12 сортов слушай ты знаешь я не люблю сильно проверять вот из этого но из одной пивоварни разных сортов надо всё всё ладно всё ребят давайте всем спасибо за просмотр пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал Стас всем пока пока ставьте лайки в описании до конца до конца видео